А события вчерашнего дня в Донецке, которые иначе, как черной средой, не назвать, арт-удары по школе, сгоревший автобус, десятки погибших, и все это в ходе теперь уж точно так называемого перемирия, похоже, испугали даже командование украинской армии. По крайней мере, замглавы генштаба Юрий Думанский настаивает, подконтрольные Минобороны подразделения по городу не стреляли и не стреляют. Тогда кто? Видимо, не подконтрольные. Они говорят, что это снова мукры, укропы, стреляли. Мы в это время не стреляли, не вели. Хотя я вам приведу пример. Мы в Донецке, когда были, мы там ночевали возле аэропорта. Стреляли, мы не стреляли, они не стреляли. Какая-то третья сторона валит по Донецку. Вы понимаете, какие-то бесконтрольные подразделения ничьи. Вот он имеет миномет, 47 мм. К примеру, грузовой автомобиль, там загруженный. Он подъехал, выстрелил, сел и уехал. Итак, третья сила. О ней говорили, когда неизвестные снайперы клали на асфальт людей на институтской десятками. Когда раз за разом срывалось перемирие, и воюющие стороны обвиняли в этом друг друга. То есть, если поверить Думанскому, это та самая сила, для которой прекращение войны означает поражение. А победа для них, это война без конца. Если это третья сила, спросим у вице-премьера ДНР Андрея Пургина. Андрей, ну вот, Думанский говорит, это не мы стреляем, это кто-то другой, третий. Как вы ответите на эти заявления? Ну, я думаю, это просто испуг. Они испугались того, что натворили. То есть, это делалось не первый и не второй раз. Но просто это делалось в вихре событий, когда была война по всему фронту. То есть, Донецк-то не первый раз подвергается обстрелу городами. И не первый раз здесь гибнут более 20 человек за один день. Ну, то есть, это рядовое событие, буквально там еще месяц назад. Но сейчас, в период, когда 70% линии соприкосновения огонь не идет, и как бы все идет к тому, что режим прекращения огня, возможно, начнется, то есть, это событие выпало из такого вот ряда и вызвало реакцию Европейского Союза. Поэтому это просто испуг. На самом деле, никакие батальоны Насгвардии не имеют таких вооружений, это первое. Во-вторых, это именно украинская методика, вернее, американская методика, которая пробуется на нас уже давно, практически с начала. То есть, берется крупнокалиберное тяжелое вооружение, и работаются по площадям и по объектам издалека, за 20-30 до 40 километров. Вот залповая система этого огня работает до 40 километров издалека. Андрей, я прошу вас оставаться с нами на связи сейчас. А у нас в студии наш коллега, мой друг Андрей Руденко, он живет в Донецке, только что вернулся оттуда, работает там нашим продюсером. Андрей, но, насколько я знаю, не так давно ты был в Горловке, где шли трехсторонние переговоры, и там показалось, по крайней мере, что действительно украинские военные не понимают, откуда стреляют. Да, мы были на этих переговорах, там присутствовали представители ДНР, ЛНР, там были наблюдатели с российской стороны и также ШОБСЕ. В этот момент велся интенсивный обстрел самого города Горловка. И было видно, что внутри люди не понимают, откуда конкретно и кто ведет этот огонь. Но потом наутро, когда я спрашивал у ополченцев, откуда велся этот огонь, они мне сказали, что огонь велся со стороны Артемовска, где сейчас дислоцируются, точнее, на тот момент и на это время дислоцируются украинские войска. То есть там находится подразделение нацгвардии, там находится подразделение добровольческих батальонов, и там же находится подразделение вооруженных сил Украины. То есть это три подразделения, которые... У них координации, что ли, нет? У них не то, что нет координации. Добровольческие батальоны подчинены олигархам. Нацгвардия подчинена какой-то там второй силе, войска подчинены армии, то есть у них нет общей координации и они друг другу не подконтрольны и больше они между собой очень часто ведут огневые перестрелки. Спасибо за эту информацию и возвращаемся к Андрею Пургину. Андрей Евгеньевич, вот это вы слышали вероятнее всего вашего хорошего знакомого слова и скажите, а может быть действительно просто они между собой не координируются? Да, подтверждаю. Даже больше скажу, батальоны Нацгвардии на самом деле процентов на 70 не зарегистрированы в МВД, которому формально подчиняются, то есть это эдакие вольные стрелки, состоящие из разных людей, которые пришли не сколько повоевать, сколько поохотиться на живых людей, заработать денег и так далее и тому подобное. То есть это полный беспредел, тем более вы знаете, что один из примеров это то, что произошло на окраине Макеевки, то есть там стоящий батальон Нацгвардии, который терроризировал местный шахтный поселок, уходя расстрелял пять ополченцев, которые были у него в плену и расстрелял по фашистке, то есть завязанные руки сзади, в затылок, расстрелял четырех мирных жителей. Уходя, они из артиллерии и танков подогнав разгромили полностью шахту, которая там 60 или 70 лет уже кормила местное население, то есть шахта восстановлению не подлежит. То есть они уходя уничтожали все и расстреливали всех. Вот это приблизительно так работает Нацгвардия и плюс в основном она, конечно, как у нас говорят, заточена на грабеж. Андрей, скажите, пожалуйста, очень много было, последний день мы очень много рассказывали про то, что происходит в районе аэропорта Донецка, такая цитадель стала, да, где закрепились украинские силоваки уже много-много времени, они там находятся. И только что пришла информация, что там сумели задержать, арестовать, сдались, может быть, в плен польских наемников, так или нет? Подскажите, пожалуйста. Ну, у меня подтверждения этому нет. Ну и по аэропорту могу немножко прокомментировать. На самом деле там очень огромная площадь, которая упирается одним концом в Авдеевку, это город, который еще нам не совсем под контролем, и Пески, плюс ВИП-терминал. Территория огромная, поэтому получается, что окончательная победа, я думаю, что нам еще рано праздновать. То есть аэропорт нельзя, спасибо, у нас на прямой связи был первый вице-премьер ДНР. Нет, аэропорт, возможно, ну, самый аэропорт, ну, вы понимаете, там 4,5 километра полоса, ВИП-терминал, постройки еще советские, там есть бомбоубежища, которые были построены, чтобы выдержать атомную атаку еще советские и так далее. То есть я не имею информации, что полностью очищена вся территория и с ВИП-терминалами, и далее с ангарами.